Здравствуйте! Новости корпорации в эфире. Мы рассказываем о важных и интересных событиях. Смотрите сегодня в выпуске. Важный экспонат. Ищите нашу титановую губку на выставке Пермского музея. Безаварийная ситуация. Как проходят тренировки у аварийно-спасательного формирования в СМПО. И строим мосты. Самый мощный кран Абисмы расширяет магистраль. Оставайтесь с нами, и мы расскажем не только об этом. Теперь наша титановая губка важный экспонат. Абисма передала в Музей истории Пермского края фрагмент блока губчатого титана. Фрагмент блока губчатого титана разместился в один ряд с макетами лопаток уникального авиадвигателя ПД-14. Того самого, который установлен на современных российских самолетах МС-21. Наше предприятие, ДК Пермский мотор и корпорацию самого Абисмы, исторически объединяет вот этот крылатый металл. Мы очень рады, что вот этот образец титана губчатого будет украшать Вашу экспозицию в Музее Пермский мотор. Музей истории Пермского моторостроения имеет уникальную коллекцию настоящих авиадвигателей. Пройдя по музею, можно проследить всю историю Пермского двигателестроения от поршневых моторов Райт-Циклон компании Кёртис Райт, на которых наши конструкторы учились, росли и придумывали уже отечественные модели, до двигателя будущего ПД-14. Эта история пока носит большую секретность, поэтому зрителям показывают только лопатки от него. Особое место в экспозиции музея занимает презентация уникальной технологии изготовления титановых лопаток газотурбинного двигателя. Как раз здесь и не было качественного образца титана губчатого. Нам очень не хватало. Мы мечтали о губчатом титане, потому что на наших экскурсиях школьники постоянно задают вопрос. Задают вопрос, как это работает, из чего это все получается. ОДК Пермские моторы и ВСМПО «Авизма» сотрудничают уже более полувека. Корпорация поставляет предприятию широкую номенклатуру титановых полуфабрикатов. В марте прошлого года на ВСМПО было создано аварийно-спасательное формирование. Сегодня в нем состоят 29 травильщиков листопрокатного комплекса цеха номер 16. Все они прошли специальную подготовку, но раз в три месяца обязательно участвуют в тренировках. На одной из них побывала и наша съемочная группа. Задачи у нас, у нашего формирования, самые, что ни на есть, понятные. Это безаварийная остановка производства в тех случаях, которые предусмотрены планами мероприятий по ликвидации аварий. Это спасение пострадавших из-за газованной среды. Это локализация аварий с применением дыхательных аппаратов, костюмов, изолирующих от воздействия химических веществ. Ну и, конечно, оказание помощи профессиональным спасателям, которые прибывают на место аварии. При поступлении сигнала быстро реагирую, знаю, где находятся какие задвижки, где находятся опасные, как можно ликвидировать и локализовать. Продолжение следует... На прошлой неделе в Березняковском строительном техникуме будущие сварщики сдавали экзамен. Некоторые из них, кстати, проходили практику на нашем предприятии. Давайте посмотрим, как студенты прошли итоговые испытания. Четыре часа на выполнение задания и на суд экспертов студент отдает четыре контрольных образца. Для Максима Старцева эта задачка несложная. Он уже прошел практику на ависме, трудился в аватинском карьере, где опытом и секретами сварки с ним поделился производственный наставник. Хочу поблагодарить своего наставника Истомина Артема, который научил меня всему, хороший специалист, мастер своего дела. Максим с выбором работы определился. Придет на ависму, продолжит семейную династию. Всего экзамен в Березняковском строительном техникуме по компетенции сварочной технологии сдают 25 студентов. Итоговые испытания они проходят по стандартам WorldSkills. Экзамен проходит в прямой трансляции. То есть непосредственно на каждом рабочем месте установлена видеокамера, которая может решать также и спорные вопросы согласно собрания правил техники безопасности и технологии выполнения самого задания. По правилам экзамена экспертами выступают не давно знакомые преподаватели, а приглашенные специалисты. Среди них эксперт ВСМПО «Ависма». На экзамене у сварщиков мы оцениваем процессы подготовки деталей к сварке, сборке, ну и сам уже приемочный контроль сварных соединений, проведение визуального контроля, механических испытаний. Вот это уже завершающая операция. Всего производственную практику на нашем комбинате отработали шесть студентов. Как отмечают эксперты, уровень молодых специалистов высок. Поэтому в ближайшее время их с радостью ждут на АВИСМе. Ирина Новокрещенок, Дмитрий Ким. Новости ВСМПО «Ависма». Участники кластера «Перспектива» наши юные журналисты побывали в гостях у своих коллег, которые трудятся по рабочим профессиям в цехах номер 2 и 5. Чем приходится заниматься юным слесарем, смотрите в нашем репортаже. Мы находимся в цехе номер 2 в лаборатории геометрических измерений. Давайте посмотрим, как работают наши коллеги. Виктор, какое вам сейчас дали задание? Мне дали задание очистить и собрать штангенциркуль. На это задание ушло минут 30. На что похожа твоя профессия? Данная профессия похожа на уроки трудов в моей школе. Мне очень нравился этот предмет в школе. И я решил связать свой любимый предмет с профессией. Буквально на третий день они сами отремонтировали штангенциркуль, отдали нашим контролерам на проверку, и он признан пригодным, чтобы больше всего им понравилось. Потому что они руками сделали свое дело. Сейчас мы находимся в пятом цехе по ремонту вакуумных насосов. Давайте же узнаем, чем занимаются мои друзья из Пика. Мне доверяют сливать масло, снимать некоторые детали, откручивать гайки, болты, чистка, от чего-либо. Здесь приходится поработать и потом идти в душ. Мне больше нравится работать руками, что-то создавать, что-то делать. Именно в школе мне нравится больше думать головой, а вот когда что-то связано именно с работой, что-то руками. Больше времени мне дают делать что-то мелкое, то есть что-то зачищать, отмывать. В наше время, если бы была такая возможность, с помощью такой программы «Перспектива», пройти обучение и на практику сюда прийти, возможно, сходил бы. Время строить мосты. Самый мощный автокран «Ависмы» помог в работах по расширению моста на трассе Соликамск-Кунгур. Долгие годы двухполосный участок трассы между Березняками и Соликамском был одним из самых аварийных в Пермском крае. Именно поэтому в 2018 году стартовал масштабный проект по реконструкции трассы. Теперь два города соединит четырехполосая магистраль с несколькими двухуровневыми развязками, освещением и бетонным ограждением на разделительной полосе. Строим новый мост. Березняки, Соликамск. Сейчас идет монтаж железобетонной конструкции, балок. Их 14 штук. Вот 7 штук уже смонтировали. Вот они самые тяжелые, по 60 тонн. Сейчас уже над железной дорогой закончили и уже над простой дорогой. И они чуть-чуть полегче будут, 40 тонн. Каждая балка будет весить. Длина даже самых легких балок 20 метров. Причем уложить эти громадины на специальные постаменты нужно с точностью до миллиметра. Сделать это под силу крану Липхер Ависма Трансавта грузоподъемностью 220 тонн и его машинисту Ильшату Мансурову. Со своим коллегой из Перми, который управляет вторым большегрузным планом, наш специалист синхронизирует действия по рации. На установку тютелька в тютельку 14 железобетонных конструкций понадобилось 4 дня. Дальше подрядчикам предстоит уложить на мост щебень и асфальт. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе событий вместе с корпоративным телевидением. До свидания. Дальше подрядчикам предстоит улучшение. На портале для вас работают полезные сервисы. Здесь вы можете получить расчетный лист. Для этого предварительно напишите заявление у кадрового специалиста. Кроме того, в разделе «Сервисы» вы можете узнать информацию по своим отпускам, посредствам индивидуальной защиты, а также баланс по спорту и по питанию. В качестве логина используйте корпоративную электронную почту. Если у вас ее нет, заполните заявление у кадрового специалиста на доступ к порталу с личного адреса. При первой авторизации выберите кнопку «Забыли свой пароль». На следующем экране укажите адрес электронной почты и нажмите кнопку. Вам на почту придет письмо со ссылкой на восстановление пароля. Перейдите по ней и укажите новый пароль. Чтобы зайти на портал с телефона, скачайте мобильное приложение «Битрикс24» в Google Play или App Store. Укажите адрес портала portal.vsmpo.ru, нажав соответствующую кнопку. Далее введите вашу почту и пароль. Если ранее не устанавливали пароль, нажмите кнопку «Я забыл пароль» и вам на почту придет шестизначный код. Введите его на экране. Для всех сотрудников ВСМПО «Ависма» действует телефон горячей линии генерального директора. Чтобы задать свой вопрос, звоните по номеру 8 909 300 75 57. Горячая линия работает ежедневно с 8 утра до 5 вечера. Как титан помогает в медицине? Сложно представить, чтобы современный самолет собрали без деталей из титана, а ракету запустили в небо без прочной обшивки. Титан нашел применение во многих сферах, но особенной стала медицина. И сегодня мы узнаем почему. Почему именно титан? Титан полностью принимается телом человека. Он не вызывает аллергии и отторжения в организме. Такое свойство называют биосовместимостью. Абсолютная устойчивость к коррозии – еще одно преимущество титана. Кроме того, изделие из него не магнитится. Благодаря этому нейрохирурги, кардиохирурги и другие врачи проводят сложнейшие операции по всему миру. Как с помощью титана проводят операции? Титан часто называют металлом хирургов. Из его сплавов делают отличные инструменты. Они легче стальных, а значит, удобнее для врачей. Титановые скальпели, крючки и зажимы достаточно гибкие. С ними можно работать даже на небольших участках. Например, на глазах или тонких сосудах. Как титан применяют внутри организма? Протезы, винты и пластины из титана быстро приживаются в теле человека. Они, как вторые кости, легко обрастают мышечной тканью. Такой прочный каркас остается стабильным на протяжении всей жизни человека. Поэтому титан часто используют для замены суставов. Не обойтись без титана и в эстетической медицине. Например, в пластической хирургии и стоматологии. Титан спасает человеческие жизни. Он уже заменяет кости, суставы и даже части внутренних органов. Новые технологии успешно дополняют существующие. А ученые задумываются над кибербудущим. Может, уже через 10-15 лет мы будем ходить по улицам рядом с человекоподобными машинами? Кто знает? Но то, что за развитием титановой отрасли большое будущее – это точно. Верхнеслодинская молодежь, сегодня поддерживая акцию «За мир, за Россию, за президента», совершит прыжок для того, чтобы поддержать наших военнослужащих, которые сегодня исполняют свой долг на границе с Украиной. Их сегодня ожидают дома не только родные и близкие, но и вся страна. Непередаваемые эмоции, конечно. Сегодня прыгал с флагом на поддержку нашей страны за мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok